Медвежонок Шёл по дороге Медвежонок. Шёл и плакал. Встретила его лиса. Ты почему, Медвежонок, плачешь? Может, тебя кто-то обидел? Нет, меня никто не обижал. Так в чём же дело? Мама мне сказала, Иди и не возвращайся, пока не научишься уважать старших. А как же я научусь, если нет такой школы? Уважать старших. Вытри слёзы, Медвежонок, я тебе помогу. Ой, правда? Правда помогу. Ты должен запомнить несколько правил. Первое правило. Старшим нужно уступать дорогу. И старших нужно пропускать вперёд. Ой, если я открыл дверь, мне нужно пропустить бабушек, дедушек, всех, кто старше, вперёд. И подержать дверь, чтобы они прошли. Так? Так. Молодец, Медвежонок, молодец. Разговаривать с пожилыми вежливо, не дерзить и не пререкаться. Да, понял. А самое главное, не забывай прислушиваться к советам старших. Ого, сколько правил! И как же их всех запомнить? Ну, я вежливая, воспитанная лиса. Я все их запомнила, так поступаю. А я что, невоспитанный, невежливый Медвежонок? Я так не говорила. И чтобы не поссориться, лисичка скорее ушла домой. А Медвежонок решил проверить, как же действуют эти правила и как можно их применить. Шёл, шёл, шёл он по дороге и встретил свою бабушку-медведицу. Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Медвежонок! Не бойся, бабушка, я тебе дерзить не буду, привлекаться с тобой тоже не буду. Что? А ещё что? И поинтересовалась бабушка. А ещё я вас пропускать вперёд буду. А если вы мне что-то посоветуете, я буду прислушиваться. Прекрасно! Похвально! Сказала бабушка. И для чего ты мне об этом рассказываешь? Видишь ли, бабушка, мама мне сказала, иди и домой не возвращаешься, пока не научишься уважать старших. Ну, вот я научился. Как вы думаете, вот научился? Ну, почти научился. Я сама скажу твоей маме. Но хочешь ещё один совет? Да, бабушка, конечно. Ты мне почаще помогай. Я уже старенькая. Ой, бабушка, давай я помогу тебе сумки донести. И Медвежонок с бабушкой пошли домой порадовать маму. Вот такая интересная история, сказка у нас с вами сегодня. А что же Бог говорит по этому поводу? А Бог говорит вот что. Со старцем будь всегда почтителем. И говори с ним, как с отцом своим. А с теми, кто младше тебя, как с братьями. С пожилыми женщинами, как с матерями. С молодыми, как с сёстрами. Все увещевания твои должны быть чистыми. Это послание к Тимофею, пятая глава, первый, второй текст. А вот в левитах говорит Господь сам. Вставайте перед старцем, выказывайте уважение к престарелым и чтите Бога вашего. Я Господь. Дорогие ребята, я очень надеюсь, тогда, когда мы с вами встретимся в церкви, эти правила будут действовать. И мы будем очень рады это увидеть. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok